Здравствуйте! В эфире правопорядок. Наш герой сегодня человек-легенда, участник Курской битвы, награжден орденом Отечественной войны первой степени. Он пережил военное время, а потом 30 лет посвятил службе в милиции. Знакомьтесь, Иван Иванович Чернышев. Его жизнь могла сложиться по-другому. 70 лет назад юный деревенский мальчишка Иван Чернышев мечтал стать машинистом поезда. 21 июня 41-го приехал в Курск поступать в техникум, а утром 22-го узнал по радио страшное известие. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. И весь в свою деревню жестокую, жуткую привезли мы в нашу деревню. Тогда, в то время в деревнях радио, например, у нас не было. Война. Что такое война в понимании тех, кто ее никогда не видел? То, о чем пишут в учебниках истории, всего лишь слова. Обстрел, бомбежка, наступление, смерть. Не знал, да и не мог 16-летний мальчишка даже представить, что на самом деле скрывается за книжными образами войны. Козы бомбили часто. Хоть 25 километров. Было видно, как наши отстреливались, зенитки. И они бомбили. Короче, видно было и слышно. В деревню, где жила семья Ивана Чернышева, немцы прибыли 7 ноября 1941 года. Сначала страшно не было, рассказывает сейчас Иван Иванович. Молодо, зелено, говорится. Не понимаешь всей серьезности ситуации. Поэтому такие местные задиры, как Иван Чернышев, умудрялись играть с огнем. Две телеги большие загружены были сапогами. Немецкие сапогами. Грязные, грязные. И нас к речке привезли эти телеги и дали нам команду, значит, вымыть все эти сапоги. Говорю, давай свистнем сапоги. Мы спрятали 13 пар сапог. Ну, приехали эти немцы, пришли, запрягли, увезли эти, то, что было вымото. На второй день утром по хатам и собирают нас. Куда делись сапоги? Не брали, ничего не брали. Кто признаваться будет? Короче, сапоги мы сперли. Мы разделили их. Главное, у них эти сапоги, как сейчас помню, значит, здесь голенища широкие, подошек кованые, на шипах на таких. Тяжеленные, тяжеленные. Носил, даже в армию у них пошел. И таких случаев, когда шкодливый парень Иван Чернышев пытался шутить с солдатами противника, было много. В начале 43-го, сразу после гибели отца под Ленинградом, Ивана Чернышева призвали на фронт. Сначала наш герой служил автоматчиком, потом его перевели в разведку. И почти сразу юный солдат проявил себя. В окоп перепрыгнули, оборвали их связь, троих зарезали там прямо, а троих, значит, скрутили, связали. И вот все-таки немцы обнаружили, что их боевое хранение ликвидировано, и начали обстрел. Короче, обстреляли и ранили командира взвода в ноги. В ноги его ранили. Ну, пришлось, значит, немца развязали, на него погрузили командира, ну и пришли. Короче говоря, привели трех языков сразу. За эту операцию Иван Чернышев был удостоен первой фронтовой награды – медали за боевые заслуги. На войне Иван Иванович много раз оказывался на волосок от смерти. Налетели немцы, начали бросать по лесу, по этому, бомбы стрелять, обстреливать. Тревога, кто куда мог, кто за деревья, кто. Я смотрю, ячейк окоп. Я туда прыг, а там уже солдат наш был матом на меня. Прямо ему на спину. Ну, короче, он приподнялся, я выскочил. Метров 50 отбежал, а там, значит, были старые воронки. Туда забежал, и как раз одна бомбочка попала прямо в ту ячейку, из которой меня выгнал солдат. Ее разнесло в клочья. Смерть не раз смотрела ему в глаза, дышала в спину. Но Иван Чернышев никогда не позволял страху завладеть им. Молодой парень, патриот, защитник, невзирая на боль и усталость, всегда шел вперед, к победе. Его серьезно ранило осколком в ногу во время Курской битвы. Я не очищал ничуть даже. Нагнулся, правда, полный сапог крови. Ну, снимаю сумку противогазную, смотрю, значит, пробито. И граната, чашка, ну, как сказать, четвертинка. Одна, осколком, отрубила эту чашку. Если, наверное, сантиметра, не сантиметра, два, а может быть и меньше, значит, Ивану капут. Это вот живо. В третий раз судьба улыбнулась Ивану Чернышеву, когда он только оправился от ранения. На спецоперацию собирали людей, как раз из роты выздоравливающих. И вот старшина идет, и к каждому, значит, лошадь, пакет обмодирования. А я же, вот тут дело случаев, получается, я оказался опять на левом фланге. И передо мной еще тоже паренем был солдат. И нам двоим не хватает обмодирования. Эти погружаются и поехали. Через два дня узнаем, что вся эта рота попала в засаду, и все погибли. Про таких говорят, родился в рубашке. Может, и так смеется Иван Чернышев. Многое он повидал на войне и нашел в себе силы не сломаться, выдержать все испытания. Иван Иванович прошел путь от Понарей до Югославии, где и встретил победу. Спустя 68 лет после победы, уже убеленный сединами ветеран не может спокойно говорить о том времени. Вот эта, так называемая, «катюша», она начала применяться, вот особенно на Курской дуге. Как раз немцы сосредоточили громадные силы свои, и будем говорить, что дали им прикурить. Короче, провалилось их наступление, мы прорвали фронт и пошли в наступление. Сегодня, гуляя по аллее военной техники на мемориальном комплексе «Курская дуга», ветеран радуется, что эти танки и пушки не на войне. О памятнике. Крепкая пушечка, хорошая игрушечка, но если бы их не было, еще бы лучше было. По мнению ветерана, усилия ученых и изобретателей надо направлять в мирное русло, а не на создание оружия, от которого гибнут люди. И около вечного огня Иван Иванович всегда вспоминает тех, кто вместе с ним воевал, но так и не встретил победу. Путь прошел молодежи, сколько погибло, это страшное дело. Надеюсь, что будем вечно помнить погибших наших ребят. Как говорится, царствуем небесное. Пусть будет им мягко там внизу. Планяюсь вам, дорогие друзья, неоднократно. Пре много благодарен. После окончания войны Иван Иванович демобилизовался и стал налаживать мирную жизнь. Судьба сложилась так, что 30 лет он посвятил службе в милиции. Десятки наград и благодарности Иван Иванович всегда был смелым и активным человеком. И сегодня на пенсии остается таким. Занимается воспитанием патриотизма у молодежи, рассказывает о подвиге нашего народа. Честь и хвала нашему поколению. Надеемся, что вы наши защитники тоже. Хочу вам посоветовать, чтобы вы были честны и все вопросы решали только мирным путем. Чтобы на земле, на нашей, никогда, нигде не повторилось то, что пришлось пережить нам. Ему приятно чувствовать, что и после отставки о ветеранах службы помнят. И гордятся ими. Иван Иванович рад каждой встрече со служивцами и всегда готов по такому поводу спеть. Вот такой путь от простого деревенского мальчишки до настоящего героя прошел Иван Иванович Чернышев. Другие непридуманные истории из жизни сотрудников полиции в следующих выпусках программы «Правопорядок». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова